Ювелирной работой по телу Николай Шумаев занимается более 10 лет. Именно ему, пациентке, нередко доверяют то, что не решились бы рассказать даже лучшей подруге. И на приемах к пластическому хирургу приходится развенчивать немало мифов. К сожалению, мы не можем радикально что-то изменить. Например, нельзя человека в возрасте сделать молодым и красивым. К тому же у пациентов могут быть противопоказания к операции. Бронхиальная астма, онкопатология или системные заболевания крови. Далее, когда результат этой операции будет хуже, чем в действительности есть. То есть она может навредить, она может сделать хуже. И в третьем случае, когда я вижу, что это желание надуманное. То есть когда человек пришел, вот хочу сделать то-то, то-то. Но я вижу, что ему этого делать не нужно. Потому что все хорошо и все пропорции соблюдены. Все хорошо. И это еще один миф. Человек с круговой подтяжкой лица лет через 10-15 будет, конечно, выглядеть лучше, чем без нее. Но изменения все равно неизбежны. Особенно, если не следить за собой. Например, нередко после липосакции пациенты бросаются во все тяжкие. Птицу заказывают, суши заказывают после липосакции. Хотя этого делать не надо. Нужно точно так же себя держать в руках и соблюдать все это. Тогда вот этот результат, он будет на многие-многие годы. Вот, а если себя распустить, то, конечно, во всех отделах, там, где не выполнялась эта липосакция, человек будет выполнить, как обычно. А там, где выполнилась, она будет минимальной. Напротив, следы от качественной операции может заметить лишь профессионал. Швы скрываются в незаметных местах. Например, в волосяном покрове или в подмышках. Но чтобы окружающие совсем не заметили кардинальных перемен во внешнем виде, пациенту надо запастись временем. Миф о том, что сходил к пластическому хирургу, и буквально на следующий день ты красавец. Никто не отменял послеоперационную реабилитацию. Да, вот этот период, там, где есть синяки, отеки, некоторые пациенты ходят в компрессионном белье постоянно. Так что перед тем, как решиться на пластику, стоит хорошенько подумать. И, возможно, найти другой вариант для себя, как стать счастливее и красивее. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Тюменское время.